Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работой художников и скульпторов Жан-Батис Карпо. Французский скульптор, живописец и график, один из главных представителей стиля Наполеона 3. Я пользуюсь википедией переводной. Родился 11 мая 1827 года. После окончания школы Карпо некоторое время занимается изготовлением моделей и клише. Затем начинает посещать школу изящных искусств, где был учеником Франциска Жозефа Дюрея и Франсуа Рюда. В 1854 году по итогам выставки во французской академии Карпо присуждается римская премия. Кроме премии, скульптор получил еще и крупную учебную стипендию, позволившую ему совершить поездку в Италию с длительной остановкой в Риме. Вместе с изучением античных образцов скульптур он интересуется и современное ему искусство. К концу этой поездки у Карпо прорабатывается свой собственный художественный стиль. Вернувшись во Францию, скульптор участвует в выставке в своем родном балансиене и выставляет работу смеющейся девочек. А затем вновь уезжает в Рим, где по мотиву сочинения Данте создает группу, окруженного своими детьми и внуками у Галина. Здесь присущий ему натурализм вступает в противоречие с новыми навыками творчества, оспаривающими законы пластики. В 1862 году Карпо уезжает на родину и живет в Париже. Он открывает собственно ателье и после нескольких успешных работ получает предправительственный заказ украсить павильон Флора в Луне. Наиболее же известным и в то же время спорным его произведением в то время оказалась скульптурная группа «Танец» на фасаде Парижской оперы, которая вызвала оживленную полей. Страсти о «приличии» в скавычках скульптуры были столь накалены, что в ночь с 27 на 28 августа 1869 года на «Танец» было совершено покушение. Некий возмущенный господин швырнул скульптуру Черниницу. Однако вскоре «Танец» был очищен и восстановлен. Вот такие небольшие данные из Википедии о французском скульпторе, живописце и графике Жан-Батист Карпо. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.